Добрый вечер дорогие наши зрители. В эфире выпуск программы. День. Люди. События. Сегодня говорим о событии 17 декабря. В августе 1896 года американские велосипедные механики и пионеры авиации братья Уилбер и Орвил Райт узнали о гибели немецкого изобретателя Оттеля Линтеля, который разбился во время полета на своем планере. Как ни странно, но именно это известие укрепило их в мысли создать летательный аппарат тяжелее воздуха, снабженный двигателем и системой управления. Братья Райт разработали систему горизонтального управления полетом с помощью хвоста из вертикальных планок. Затем они сосредоточили усилия на поиске двигателя. Много трудов пришлось положить на создание воздушного винта. 17 декабря 1903 года промозглым пасмурным утром на песчаной косе Киттихоку Атлантического побережья США, близ местечка Килдивилл-Хилл. Аэроплан Флайер поднял воздух Орвилл. Машина с 12-сильным бензиновым движком продержалась в воздухе 12 секунд, в течение которых на высоте 2,5-3,5 метра преодолела расстояние 39 метров. В тот же день было совершено еще три полета. В последнем Уилбер пролетел свыше 250 метров за 59 секунд. После того, как братья отбуксировали флайер обратно после его четвертого рейса, мощный порыв ветра перевернул его несколько раз, несмотря на попытки предотвратить это. Сильно поврежденный самолет больше не поднимался в воздух. Братья отправили его домой, но годы спустя Орвилл восстановил самолет, передавая его для показа в США, а затем и Британскому музею, пока он не был установлен в Смитсоновском институте в Вашингтоне, в 1948 году. Несмотря на то, что братья Фрайт считают первыми и называют отцами авиации, за полвека до них, в 1853 году, их предшественник, Джордж Кейли, смог несколько метров пролететь на махолете собственной конструкции. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.